Я очень люблю снайперские винтовки. Тысячи ярдов, лонгбоу, лдр, предитка. Названия этих пушек из первой части плотно сидят в голове, как и воспоминания об играх с ними. В Destiny 2 нам не так повезло с этим видом оружия. Сначала не тот слот, потом маленький выбор быстрых винтовок, мета дробовиков и безумный флинч прицела от попаданий. Но зайдите в горнило сейчас, в каждой команде человека 2-3 точно играет со снайпой. Кайф! На орбите Джонни Лейни, а это значит, что новое видео на канале Трипл Вайп. Да, мне действительно нравится, что в горниле так дофига снайперов. Со снайпой интересно играть, это чаще всего челлендж. Игра на скорость, на точность, а не на корточность и подкаты с шотганом. А почему так много снайперов? Потому что все хотят новую сезонную награду горнила. Снайперскую винтовку Ревокер, ну или в русской версии Ликвидатор. Получить ее можно, играя в компеты. Да, тот пугающий тебя плейлист Гарнила. Но по правде говоря, в этом сезоне награду получить проще. Летите к Шаксу и берите специальный билет, как и на любую сезонку. Потом вам нужно убить 300 человек из любой снайперской винтовки, 50 из них в голову. Убивать можно в любом режиме, не только в состязательном плейлисте. И набрать 3500 очков ранга славы. Притом важно понимать, что не ранг в 3500, а очков на карточку. То есть по мере ваших побед на карту будут добавляться эти очки. А с поражением они из прогресса вычитаться не будут. То есть даже если вы будете играть один, и то выигрывать, то проигрывать, прогресс все равно будет идти. В этом и есть упрощение. Не знаю хорошо это или плохо, просто так вот есть и все. Однозначно можно сказать то, что этот квест можно реально сделать в соло. Я большую часть набивал как раз в одного. Да, были игры в которых было больно. Но из-за того, что потеря очков не так сильно пугает, то на это как-то забиваешь. Можно поднять до 2000, слить, потом снова поднять. Хоть разумеется от серии побед прогресс идет в разы быстрее. Но кто-то сидит сейчас такой и, ля, да для меня даже это непосильных десятков часов в компете стоит, я не могу. Тогда давайте сейчас оспонсорим видео, а потом продолжим. Если все эти пвп квесты непосильная задача, если новые пушки типа лука с гамбита, снайпы с гарнила или гранатомет от авангарда не дают тебе покоя, но времени на их получение нет, тогда тебе поможет сервис двинг.нет. Там опытные игроки окажут услугу по прокачке, прохождению любой активности и выполнению любого квеста. Не забудьте использовать промокод TRIPLEWIPE, чтобы не только сэкономить время, а еще и деньги. 15% скидон. Ссылка, разумеется, в описании. Обратно к видео. Что у нас в этой снайпе натыкано? Агрессивная рама. Главная беда этой винтовки, но об этом позже. Удлиненный ствол. Уменьшит удобство оружия, но зачем-то увеличит дальность. Оно как бы не особо надо. Не надо? Окей. Значит еще увеличим дальность с помощью высокоточенных боеприпасов. А вот последние два перка. На радость. Снапшот, который значительно увеличит скорость прицеливания и превратность судьбы. Главный перк винтовки, который возвращает один патрон после вашего промаха. Давайте сразу об особенностях механики этого перка. Срабатывает он за 2 секунды. То есть промахнулись и через 2 секунды уже патрон вернулся в магазин. Даже не в запас. Так что можно не перезаряжаться. Однако если вы 2 раза за короткий промежуток времени выстрелили в никуда. Не вернется ни одна пуля. Кроме того, случалось такое, что патрон возвращался в магазин даже после попадания по цели в тело. Чаще всего при условии, если этот выстрел оказался смертельным. Как и почему это работает, никто не знает. В описании перка об этом ни слова. Но как бы жаловаться грех. Плюс одна пулька это всегда зашибись. Внешний вид снайпы, кстати, ничего не напоминает. Стражи-ветераны. Питер. Да, снайперка с испытаний Осириса Glass Promontory переоделась и заявилась в Destiny 2. Самое главное осталось при ней – прицел Ambush. Это тот самый быстрый прицел по скорости срабатывания, а кратность прицела – его зум – тоже самый минимальный в игре. Для агрессивных снайперских рашев – самое оно. Плюс, если вы играете на геймпаде, на любой платформе – неплохая помощь в прицеливании. И да, нагибаторты наши, геймпад – не самое высокоточное устройство для игры, так что без магнетизма минимального хотя бы тут никак. Что позволяет делать это снайпа? Многие ругались, что мол, что это за награда такая, которая поощряет за промахи. Не поощряет. Позволяет чувствовать себя свободнее в игре, пытаться стрелять в прыжке без прицела, пробовать выстрел там, где в ином бы случае было жалко патронов. А если еще перк со скавенджером на снайпу надеть на перчатках или классовом предмете, то еще круче все по патронам будет. Просто забудете о том, что они когда-то были в дефиците. Снайпа очень быстрая и довольно дамажистая. Берете в пару к ней револьвер на 140 рпм и добиваете своих бодишотных противников на изи вообще. Быстрая снайпа, но неудобная. Да, это вот такой парадокс. Объясняю, есть минусы. Рама и удлиненный ствол. Эти два параметра снижают значение хендлинга, удобство оружия. Иначе говоря, переключение на эту винтовку будет не столь быстрым, каким бы нам хотелось его видеть. Получается так, ликвидатор быстрый до тех пор, пока ты не уберешь ее в кобуру. Ну или за плечо, куда там снайпу убирают. Короче, пока не переключишься на другое оружие. И как бы это проблемка с одной стороны, а с другой у тебя и так дофига патронов почти всегда, что как бы праймери-то и не нужно. Да, благодаря этой раме урон больше, но урон нам важнее обычно в ПВЕ. А эта малышка вроде исключительно ПВПшная. И да, так и есть. Это не паук-отшельник, который оказался весьма универсальным. Эту снайпу в ПВЕ брать смысла особого нет. Даже говорить об этом не будем. Хотя, постойте. ПВП и ПВЕ. Точно, гамбит. Туда с ней ок? Ок. Я частенько бегал в прайме с лисьим укусом, который тоже в кинетик-слот. Так и ворваться в портал можно и у себя на стороне инвейдера застопить. А с ликвидатором и того проще. Патроны не улетают за осечки, дальность стрельбы отменная. И тот самый урон позволяет пожирным мобам лупить вполне комфортно. Ну так, какой вердикт? Надо ли ее тебе выбивать? Выбивать надо, если ты много играешь в плейлисте быстрых игр, либо большой фанат снайперок. А лучше и то, и то. И да, я специально сказал быстрых игр, потому что эта снайпа там как рыба в воде. Бегай, раздавай, получай фан. Опять-таки, если ты со снайперками знаком и общаешься на ты. Если тебе ближе бои на шпаг, то есть на дробовиках, то не произойдет никакой трагедии, если ты эту пушку пропустишь. Я лично кайфанул от игры с ней. Однако я, наверное, сделаю отдельное видео о другой снайпе, которая в этом сезоне стала и правда моей любимой. Почему именно она и какие еще пушки в этом сезоне заслуживают внимания? Интересно? Тогда ставь лайк и я пойму, что да, видео такое нужно. И не забудь на канал подписаться, чтобы не пропустить. Я на этом пока прощаюсь. Спасибо за просмотр, Страж. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...